ребятушки всем привет сегодня я получила посылочку но я выиграла в розыгрыше сюрприз был и я даже не знаю что в этой посылочке танечка спасибо огромное за возможность поиграть я очень давно не играла и в этом году это второй роз выигрыш мой который уже приз приехал домой и сейчас мы будем распаковывать коробочку танечка спасибо еще раз огромное и поскольку я модератор той группе все таки девочкам буду давать возможность поиграть чтобы никому не было обидно я это озвучиваю для того чтобы все было по справедливости да по числе по честному потому что я знаю что в многих группах есть разногласия и многие обижаются что модераторы участвуют особенно если в группе очень много модераторов и кому-то из них достается приз так что поскольку твоя группа молодая и я прекрасно понимал этот ажиотаж и знаю прекрасно что каждый надеется на свой выигрыш поэтому я этот выигрыш отнимать ни у кого не буду я буду только наблюдать смотреть и только радоваться за тех кто выигрывает и поздравлять с победой на данный момент сегодня уже приз у меня в руках танечка сейчас я распакую посылочку у меня как раз немножко голос прорезался но я еще все-таки болею вот я уже сделала ролик если у меня возможность появится я иероглифику уже буду озвучивать за кадром я сняла ролик я постараюсь его в ближайшее время выпустить так что давайте сейчас распакуем потому что уже не терпится посмотреть что там танечка я приступаю к распаковке посылочка почти уже распакована и я уже уже очень рада этому подарочку действительно это замечательный подарок и сюрприз танечка наш секретик уже раскрыт поскольку я даже не знала что в этой коробочке это действительно был сюрпризом тайным и вот что у нас тут было вот такой замечательный кашпо в которым у меня посажена орхидейка ту которую я в твоей группе выиграла в прошлый раз и у нас еще мох с фагнум вот этот с этим мхом с фагнумом ясь на осень попробую сделать эксперимент проращивание мха в домашних условиях когда-то где-то года три назад я уже делала этот эксперимент и у меня замечательным образом все получилось только пакет с этой вот запайкой я возьму другой чуть покрупнее у меня там был где-то немножко может дырочек на делу и уже непосредственно попробую сделать эксперимент многие меня спрашивали об этом эксперименте подписчики очень интересуются как же можно добиться живого мха в домашних условиях сейчас я скотчек вот этот распакую уберу и дальше немножко продолжим рассматривать оказывается я ищу небольшой сюрпризик нашла все больше ничего не падает в коробочке больше ничего нет вытрясла все досконально и у нас еще вот такое замечательное удобрение препарат микроорганизм для на основе микроорганизмов для продолжительного и бесперерывного цветения честно говоря я не очень сторонник того чтобы бесперерывно цвело растение ему все равно нужен отдых но на момент активного цветения я буду применять скорее всего это удобрение не токсичные для людей и животных так дальше полноценная подкормка профилактика для болезней и антистрессовая деятельность говорится действия дальше но тут все на украинском я в принципе могу пофотографировать вставить тут еще хочу отметить биопрепарат вместо микроорганизм еще вырубливать природные цитокинины гибереллины та ауксины цитокинины вот и мне непонятно немножко цитокинины я вообще цитокинин всегда избегаю потому что вот эти все гормоны они плохо сказываются иной раз теперь я понимаю почему для беспрерывного цветения природные азот фиксующие бактерии фунгицидные бактерии широкого спектру ди фосфор это я склад читаю то я калий мобилизующие грунтовые бактерии инши коры с небактерии мне тяжело читать потому что отблескивается и действительно очень тяжело тут как видите фаленоксис ванда цимбидиум анцидиумные котлеи это инши виде орхидеи и захисту их вид хвороб то есть очень интересно тут даже табличка есть можете на паузу нажать и посмотреть что и как как разбавлять вот я специально руки дрожат конечно вы можете попробовать на паузу нажать и я думаю что все будет прекрасно благополучно видно как опрыскивать как поливать и как замачивать корневую на одну-два часа так что танечка спасибо огромное это еще я так понимаю нововведение будет у меня в препаратах bio help то есть я еще не пользовалась таким это что-то новенькое 35 миллиграмм ну как-то так очень интересно танечка ты мне начинаешь расширять и раскрывать больше и больше всяких новых препаратов вот такой замечательная кашпошка у нас и мукс фагнум давайте тщательно посмотрим мукс фагнум почему я рассматриваю вот этот покупной который в магазине дело в том что для того чтобы проращивался он обязательно должны быть вот эти вот верхушечки видите вот они цветущие вот они верхушечки вот дико ноготок у меня и таких бубочек должно быть вот ну вот должны они быть потому что я знаю что есть просто труха которая вот эти верхушечки вообще не присутствует или оторваны их уже бесполезно как бы замачивать но они будут зеленеть но проращиваться не будут то есть принципе можно будет попробовать ну понятное дело палочки я по убираю сосновые где-то в субстрат добавлю вот мог с фагнум вот этот попробую прорастить это очень интересная идея я же говорю что опять же таки повторюсь что я этот эксперимент когда-то уже делала и в принципе этот мог можно просто вот так вот ножницами нарезать и как частички использовать и в субстрате где-то перемешивать частички также можно и для антуриумов для спатифилумов использовать его в комнатных растениях не только даже в орхидеях это я так для новичков раскрываю секрет потому что я для меня раньше тоже это был как открытие и нововведение и вот я когда антуриумы из спатифилум снимала вот недавно у меня последний ролик по моему на канале моем там я обещала укутать антуриумов ему и мхом спатифилум вот как раз эта пачечка и пойдет на эти укутывание корневой системы потому что стволик там все время вытягивается как правило вы знаете что на стволике наподобие ходульных воздушных корешков появляется и вот им как раз будет замечательно мох удерживать влагу и они будут более активно расти также у меня где-то была подобная пачечка если я найду вот эти две пачечки как раз у меня расходуются еще на попутно дополнительные там подкидывания мха сфагнума танечка спасибо огромное это шикарный потрясающий приз как раз для орхидеек очень полезен и очень даже достойный приз вот и что я еще хочу сказать что несмотря на то что мы вот все время гонимся за тем чтобы выиграть вот орхидею но многие новички опять же таки повторюсь и сделаю акцент забывая о том что нужно к орхидеи ищу новый субстрат новый мох новый горшочек новые препараты то есть как бы все это приобрести заранее есть еще архидеи аптечка архамана да специально приобретить должны быть уже заранее подготовлены прежде чем приобретать орхидеи куда или если новичок выиграл ее то обязательно все таки заранее подготовиться с этими материалами которые в будущем все равно будут использоваться очень часто использоваться особенно препараты вот и горшочки горшочки не так часто применяются но они тоже применяются и мог тоже он нам в помощь будет это если подростков проращивать деточек там каких-то да или переукоренять какую-то растюшку реанимацию то есть но это уже отдельная тема извините только с почты прибежала немножечко еще как бы может болячка меня еще накрыла и не до конца еще выздоровела то есть спасибо танечка огромное это действительно замечательный приз отдельную тематику я возьму уже материалы и всякие приспособления как говорится для архамана для новичка до набор об этом тоже я поговорю в будущих своих роликах и также о препаратах еще подому заново тему это будет отдельная тема у меня на моем канале есть раздел который я вела тоже начинала и рассказывала про свою аптечку у меня кстати аптечка сейчас немножко поменялась препараты немножко поменялись и все больше и больше новых пол появляется старые мы от старых частенько отходим но дело в том что старые препараты тоже не нужно забывать они не менее действующие и эффективные то есть все таки на задний план их оставлять нельзя что касается закрытой системы танечка ты уже поняла что да я люблю закрытую систему и мне нравится действительно горшочек такой кашпушка классненько вообще я от нее в восторге класс и вот такая знаешь волнующий край вот этот вот неровный тоже он виден даже невооруженным взглядом что он неровный и очень интересный кстати вот эта сеточка она очень хорошо способствует чтобы держать и чтоб не скользил палец по горшочку эту сеточку я оставлю дело в том что прошлая сеточка она была скользящая это более такая она держится на горшочке ну а по поводу мха с фавнома мы уже с вами поговорили я немножечко атака знаете разбор сделала призов для новичков и объяснила что к чему куда чтобы в дальнейшем вы знали о том какие темы я еще буду поднимать и о которых темах я буду разговаривать также маленький анонс для своего канала и тоже как старичкам так и новичкам я немножечко сделаю объявление то что все вопросы я записываю и тема раздел вопросы на ответы тоже буду поднимать и тоже буду разбор делать по каждому видео может быть даже я вернусь к старым роликам и буду делать разборы мне очень понравилась эта идея чтобы каждый свой прошлый ролик старый не старый не важно тоже как бы включить какие-то фрагменты да и зафиксировать где было где были ошибки где были действительно правильные шаги и также и мои подписчики замечательным образом согласились на такой небольшой эксперимент брать за основу их случай и тоже делать разбор в своем ролике вот как было как мы лечили да как продолжительность активность была и так далее то есть эти все идеи тоже я стараюсь попытаюсь воплотить в жизнь и создать нового формата ролики свои думаю что эта идея будет вам очень интересно и для новичков тоже это будет полезно потому что многие новички смотрят мои старые ролики и так как у меня было мало опыта там то там есть все такие ошибки которые нужно сейчас на данный момент акцентировать на это внимание и плюс также еще опять же таки скажу что нужен разбор и каждое действие показать где было правильно где неправильно чтобы мои ошибки в будущем потом новички не повторяли так на этом я завершу ролик всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео с вами была сытник нона и мой канал floral dream слава богу я еще могу выговорить это слово это название потому что у меня сейчас немножко из-за того что я болею плохо выговариваю все это и еще раз огромное спасибо танечка процветание тебе расширение больше приятных эмоций больше у тебя чтобы были всегда довольные клиенты и всегда довольные твои победители в твоей группе ну и естественно ждем новых завозов новых новостей от тебя и новую группу я поставлю ссылку в описании если кому интересно подписывайтесь на новенькую группу фейсбуке и также подключайтесь я уверена что вам будет там интересно там тоже будут многие темы раскрыты вот и болезни и вредители и разные разные случаи которые может быть мы еще сами не сталкивались опытные старички все дорогие мои друзья хорошего дня отличного настроения до новых встреч пока пока а и а